не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем страна джняни здравствуйте и наилучшие пожелания из страны джняни страна джняни это там где вы живете вы все джняни но некоторые из вас считают себя телом пока вы считаете себя телом то отделяете себя от стороны джняни вы считаете что принадлежите этому миру что вы привязаны к нему что вы должны принимать участие во всех проблемах страдания счастье радостях которые приходят из него вы вы должны выбрать зачем вы будете следовать будете вы следовать за божественным зовом который говорит чтобы есть абсолютное сознание или за зовом мамоны то есть мир вы должны сделать этот выбор сделанный вами выбор определяет то что будет с вами происходить в дальнейшем это очень просто вы или осознаете что вы нет мира сего что вы есть абсолютная реальность что ваша истинная природа это чистое осознавание и вы покойтесь в этом или же вы волнуетесь боитесь прилагаете усилия в достижении чего-то все время что-то замышляете планируете с тревогой смотрите в будущее беспокойтесь о прошлом выбор действительно за вами даже когда некоторые говорят я есть абсолютная реальность то все равно имеют ввиду тело поскольку говорят я и не знает я есть в качестве сознания вы говорите я есть абсолютная реальность имею ввиду что ваше тело вашего абсолютная реальность и это большая ошибка вы должны понять что когда говорите я есть абсолютная реальность. «Я есть и реальность» – это синонимы. Вы провозглашаете высшую истину. Вы можете сказать это таким образом. «Я есть» – это абсолютная реальность. Если у вас есть проблемы, вы думаете, что что-то не так, и вы говорите «Я маленькая» – это абсолютная реальность. На самом деле вы говорите, что мои проблемы, мое негативное мышление – это абсолютная реальность. Вот что вы подразумеваете под «Я есть». Итак, помните, что означает «Я есть» на самом деле. «Я есть» – это Бог. «Я есть» – это нирвана, пустота. «Я есть» – это сознание, и это ваша реальность. Поэтому нет разницы между мной и вами. Абсолютная реальность, сознание пронизывает всё. Если оно пронизывает всё, как вы можете быть чем-то ещё? Вы видите нерепость своего мышления. Есть только абсолютное сознание. Есть только реальность. Она пронизывает всё. Больше ничего нет. Просто осознавая это, ваши мысли останавливаются. Не о чем думать. Вы ничего не должны делать. Нет мантр, которые вы должны продолжить читать. Нет формул, которые превратят в разошняни. Нет иогических практик, которые вы должны делать. Вам просто нужно осознавать, что абсолютная реальность – вездесущая, всепронизывающая. И больше нет места ничему другому. «Я есть» – это Брахман. «Я есть» – это пара Брахман. За пределами Брахмана. Оно невыразимое, необъяснимое. Вы есть то. Вы есть это сознание. И совершенно не о чем думать. Вам не от чего избавляться. Вам не нужно читать нечто специальное. Вам не нужно никого посещать. Вы просто должны осознавать тот факт, что абсолютная реальность – это всё, что есть. Нет места даже для мысли, для вопроса, для ответа. Нет места, потому что всё место занимает абсолютная реальность. Нечем интересоваться. Вам не нужно быть стоящим чего-то. Вам не нужно это заслуживать. Нет пользы думать о вашем прошлом, потому что ваше прошлое никогда не существовало и никогда не будет существовать. Прошлое и будущее – это просто сны. Очнитесь от этого сна, осознав, что абсолютная реальность – это единственная сила. Она повсюду. Нет мира и абсолютной реальности. Тогда вам нужно преодолеть мир, чтобы найти свою реальность. Нет мира, чтобы его преодолевать. Нет Бога, чтобы ему молиться. Вы сами есть Брахман. Шива – это ваше сознание. Вы есть то. Что ещё нужно знать? Вам не нужно быть знатоком и панишат. Вам не нужно запоминать различные изречения. Вам нужно стать подобным маленькому ребёнку и оставаться центрированным в настоящем. Никто не существует, кроме вас. Вы – единственное существование. Нет другого существования. Если бы вы взяли всё в этой комнате – магнитофоны, тела, цветы, ковёр – и начали растворять до малейших частиц, то получили бы из всего чистую энергию. Всё появится из одного и того же источника. Этот источник – абсолютная реальность. Это субстанция всего существования. И вы есть этот источник. Вы есть то. Вы не что-то другое. Всё остальное – это ложь. Вы ищите, стремитесь и жаждете этого. Вы в поисках этого. Отбросьте это. Замрите. Наблюдайте, как оно думает. И смейтесь. Откуда появляются мысли? Они формируются по привычке. Годами вы использовали свой ум, чтобы думать. И вы верите, что единственный способ выжить – с помощью мышления. Но теперь вы начинаете понимать, что то, что вы называете вашим умом, на самом деле вам не друг. Это какая-то оптическая иллюзия, которая призывает вас к этому миру и заставляет беспокоиться о своих делах. Делает озабоченными делами мир. А что, если бы вы осознали, что мир не существует? Мир, как вода в мираже. Кажется, что он существует точно так же, как ваше тело. Но когда вы исследуете, то рассмеетесь. Потому что всего этого вообще не существует. Если вы желаете слушать своём, то вам придётся туго на этой земле. Потому что один день будет хорошим для вас. А на следующий день будет казаться, что всё плохо. Вы счастливы, когда всё идёт по-вашему. И вы несчастны, когда что-то происходит по-другому. Таков мир. Он играет с вами в игры. Вы должны пробудиться. Вы должны отказаться от всех своих игр, своих ментальных привычек. От всего прошлого и будущего. От всех своих убеждений и концептуального мышлений. Всё это должно уйти. Все ваши объекты и субъекты. Весь ваш так называемый человеческий интеллект. Всё, что вы выучили. Нужно выйти за пределы этого. И тогда вы будете свободны. Пока вы держитесь даже за маленькую вещь. Это может быть ваша любовь к Розе. Если вы будете смотреть на Розу и верить в Розу, она будет удерживать вас привязанными к Земле. Вы Роза. Роза существует, потому что существуете вы. Точно так же, как мир существует, потому что существуете вы. Когда вы прекращаете существовать, мир тоже прекращает своё существование. Когда вы прекращаете существовать, остается только реальность, и вы становитесь абсолютно свободными. Многие люди все еще не понимают, почему те, кто становится самореализованным, как кажется, страдают физически или еще как-то. Не проходит ни одной недели, что мне не задали этот вопрос. Как человек, который заявляет, что он самореализованный, как Рамана Махарши, Рамакришна и многие другие, может умереть от таких ужасных заболеваний? Разве стоит стремиться к такой свободе? Разве стоит становиться освобожденными, если придется умереть от такой ужасной болезни, как рак? Для меня такой вопрос совершенно нелепый. Для меня это нелепо, потому что кто задал такой вопрос? Джняни или Аджняни? Кто страдает? Разве вы уже не понимаете, что то, что вы видите, это лишь одно определенное измерение, в котором находитесь прямо сейчас? Вы видите рождение и смерть, болезнь, бедность и богатство. Вы видите двойственность. Если вы видите это, то естественно, что ваше тело было рождено, чтобы умереть. Если вы находитесь в этом, то в результате кажется, что есть страдания. Но с точки зрения джняни, нет никого, кто бы рождался. Никто не страдает. Казалось, что Рамакришна увидал. И некоторые из вас говорят, как так может быть? Посмотрите, что с ним стало. Мы были свидетелями. Мы это видели. Мы читали об этом. Кто эти мы? Вообще, кто вы? Если вы считаете себя человеком, конечно, вы будете видеть страдания. Но разве Рамакришна признавал, что он страдал? Разве Рамана Махарши признавал, что он страдал? Как бы ни так, они смеялись. Никто никогда не страдал. Никто никогда не будет страдать. Это то, как вы видите вещи. Вы должны увидеть вещи с другой точки зрения. Вы не приходили на эту землю. Вы никогда не рождались. Ваше тело не содержится и не поддерживается. Так же, как и мир. Есть только абсолютная реальность. Многие из этих мудрецов, чтобы люди чувствовали себя лучше, говорят, что с ними такое происходит, потому что они взяли на себя карму своих преданных. Но это ложь. Это ложь, потому что кармы нет. Нечего брать на себя. Так может казаться аджняне, кто видит своими глазами, что кто-то страдает. Но я не хочу, чтобы вы ходили и смеялись над тем, кто лежит в больнице, кто умирает, или чтобы вы подходили к умирающему человеку и говорили, вы не страдаете, вы просто в это верите. Это будет глупостью, бессмыслицей. Когда вы понимаете, что человек верит, что он страдает, вы не должны ему говорить, что он не страдает. Потому что на данном этапе жизни он не знает, о чем вы говорите. Поэтому ваш долг помочь. Ваш долг прийти на помощь каждому, кто находится в беде, пока вы считаете, что вы человек, что вы тело, и что вы проходите через опыты. Так же, как все остальные, кто видит вас. Но когда вы обращаетесь к жизни мудреца, это все совершенно по-другому. Мудрец не видит то же, что и вы. Хороший пример – школьная доска. Представьте мудреца как школьную доску. И вы рисуете картину человеческих страданий, смерть от рака, увядания. Все, кто смотрит на доску, будут рассказывать о человеке, который на ней нарисован. Они не будут рассказывать о доске. Они будут рассказывать о картине. Особенно, если она выглядит реальной и закрывает большую часть доски. Но произошло ли что-либо с доской? Болеет ли доска? Рождалась ли доска? Разве доска старела и умирала от рака? Теперь вы можете стереть эту картину. Но доска остается такая же, как и была раньше. Без изменений. Поэтому, видите ли вы себя, как умирающего индивидуума, который стареет, имеет проблемы, может подцепить болезнь. Или же вы видите себя, как субстанцию, как чистое осознавание. И так называемые проблемы – это всего лишь наложение на истинное «я». Как вы это видите? Задумайтесь над этим. Как вы видите все ситуации в мире? Подумайте о гигантской школьной доске, если сможете. И кто-то рисует на ней картину всего мира. Всю Вселенную, галактики, планеты, людей, места, предметы. Вся доска покрыта изображениями. Чувствует ли все это доска? Чувствует ли доска хорошее изображение и радуется за них? Или плачет ли она над плохими изображениями? Доска остается такой же. Приходят новые картины, старые картины уходят. Точно так же с большинством из нас. Ваша жизнь нарисована на доске, и когда кажется, что вы покинули тело, кто-то нарисует на доске новое. Это называется реинкарнацией. Эта картина с вашим новым телом, которая нарисована на доске, проживает опыты в соответствии со своей кармой. Это часть великой иллюзии. Но с доской ничего никогда не случалось. Мудрец, как доска. Может казаться, что его тело увядает, ставится по той или иной причине. Но мудрец не отождествляется с этим. Другим может так казаться, но мудрец – это абсолютная реальность, пронизывающая все. Нет ничего, кроме мудреца. Нет пространства для чего-то другого. Нет места ничему другому. Мудрец есть истинный я. Истинный я – это все, что есть. Впоследствии вы должны пробудиться. Слушайте эти слова, пережевывайте их, усваивайте их. Впустите их в ваш духовный сердечный центр. Поймите, что это означает. Вы свободны. Вы всегда были свободны. Вы ничем не связаны. Не верьте тому, что показывают вам ваши глаза. И если я навещаю кого-то в больнице, если я помогаю бездомным, это не означает, что я согласен с этим или принимаю это. И это просто делается. Я не становлюсь высокомерным. Я не становлюсь циничным. Когда я вижу бездомного человека, я не говорю, что он не страдает. Конечно, они страдают. Потому что они являются изображениями на доске. И это майя. И это иллюзия. И это сон. Они захвачены сном. Все это предопределено, предначертано. Тот опыт, через который вы проходите. Но когда вы пробуждаетесь, тогда нет такого, как предопределенность или предначертаность. Все это испаряется. Исчезает со всем остальным в мусорном ведре. Есть только чистое осознавание. Окончательное единство. И больше ничего нет. Вот над чем вы должны работать, чтобы у вас было ясное представление, что происходит. Самый легкий способ это сделать, не важно, что вы видите, или во что вы верите, или какие чувства к вам приходят. Просто скажите, кому это приходит. Найдите. Кому приходят эти изображения на доске? Кто их видит? Кто с ними отождествляется? Кто на них злится? Кто видит болезни, бедность, недостатки, ограничения, человеческую жестокость друг к другу? Реальность ли это? И потом вы осознаете, что это просто изображения на доске. Вот и все, чем они являются. И вы сможете их стереть. Вы начинаете понимать, что все эти изображения принадлежат личному я. Представьте себе ленту. Вы привязываете к этой ленте все в этом мире, все во Вселенной. Все это висит на этой ленте. Если вы избавитесь от ленты, у этих вещей не будет на чем висеть, и они исчезнут. Эта лента наделяет их силой. Лента – это ваше личное я. Когда вы просыпаетесь утром, личное я выходит из вашего сердечного центра и бежит в мозг. Тогда вы отождествляетесь телом. И когда вы отождествляетесь телом, я расширяется. Вы становитесь миром. Тогда вы говорите «я вижу небо», «я вижу луну», «я вижу человеческую несправедливость друг к другу», «я вижу любовь». Вы видите все эти человеческие вещи, которые сами породили. Разве вы не видите прямо сейчас, что они появились из вас? Они появились из вашего ума. Вот что означает учение о неуме. Когда нет ума, нет существования. Идея в том, чтобы отправить все это туда, откуда оно пришло. И вы делаете это с помощью отслеживания ее мысли. И это только мысль. Вы отслеживаете «я» обратно к источнику. Что касается вас, источник – это духовное сердце, которое находится с правой стороны груди. Оно не имеет никакого отношения к чакрам. Это абсолютная реальность. Это нирвана, ваше духовное сердце. «Я» и весь мир возвращаются обратно в сердце. Тогда есть только абсолютная реальность, содержащая себя в себе. И больше ничего. Не усложняйте это. Не анализируйте. Просто осознайте, что источником проблем является «я». «Я» принадлежит сердечному центру, а не моей голове. Пока я находится в моей голове, я связан с миром. Когда я пребываю в «я», держусь за него. Вы это делаете с помощью исследования, для кого появляется «я» или кто «я». В конце концов «я» исчезнет. И останется только источник или брахман. Это то, что вы есть. И это ваша настоящая природа. Пребывайте в ней. Любите ее. Будьте ею. И будьте счастливы. Я думаю, что то, о чем мы сегодня говорим, имеет исключительную важность. Поэтому, если вы чувствуете, что не совсем поняли, о чем идет речь, или если у вас есть какие-то вопросы, связанные с этим, пожалуйста, задавайте. Потому что мы раскрыли практически все учения. Это все. Это просто то, что относится к делу. Вам не нужно быть ученым. Вам не нужно ехать в Индию, чтобы найти какого-то гуру. Вы просто осознаете, что все происходит внутри вас. Все, во что вы верите, было запрограммировано. И то, что с вами происходит, кармично. Когда вы пробудитесь, все это уйдет. И вы станете всепронизывающим. Не усложняйте это. Забудьте о формулах, процессах. Просто будьте доской. Есть какие-нибудь вопросы? Вы являетесь ли вы доской? Являюсь ли я доской? Мы все являемся доской. Я имею в виду, что без я нет доски? Конечно. Но дело в том, что мы как доска. Вы стираете я? Что вы с ним делаете? Оно возвращается в сердечный центр и становится истинным я. Я всегда было истинным я. Но что есть истинное я без всепронизывания, которое включает и доску? Истинное я, доска и всепронизывание – это синонимы. Все это одно. И вы есть то. И это вы. То есть не нужно будет? Не нужно будет что? Не нужно будет стирать доску? Вы стираете доску, потому что доска – это как палка, которую вы используете, чтобы перемешивать костер. Вы все выбрасываете в костер и все сжигаете. Все ваши мысли, эмоции, прошлое, карму – все сжигается. Остается палка, которую вы перемешиваете огонь. И это доска. И это доска. Точно так же, как когда вы видите сны. Во сне вы проходите через все эти учения, вы ходите к учителям, вы узнаете о доске. Но вдруг вы пробуждаетесь, и что остается? Все ушло. Все ушло. Вы единственный, кто существует. Доска уходит. Доска уходит. Занятие уходит. Учение уходит. Бог уходит. Вселенная уходит. Вы пробуждены. И это то же самое. Все это используется в качестве примеров, когда вы во сне. Но когда вы пробуждены, вы в этом не нуждаетесь. Потому что вы свободны. Вы – истинный Я. Чтобы погрузиться в духовный сердечный центр с правой стороны груди, должно раствориться умственное внимание, и тогда вы попадаете туда. Вы должны пребывать в Я. Вы исследуете, откуда появляется Я. Это умственное внимание, которое вы направляете на Я. Чем больше вы исследуете, тем слабее становится внимание. Тем слабее становится Я. До тех пор, пока и внимание и Я не попадают обратно в сердце. И тогда есть абсолютное осознавание. То есть в итоге это как растворение всей структуры внимания, концентрации. Вы можете так выразиться, но помните, что если вы думаете об этом, будто что-то растворяется, это словно думать о куске льда, который должен растаять. На это могут потребоваться столетия. Лучше осознать, что вам нечего растворять. Начинать надо с того, что ничего не существовало. Вы нетленное истинное Я. Никогда не рождавшиеся, никогда не умирающие. Вы есть то. Пребывайте этим. Именно это я имею в виду, когда говорю, что не нужно это слишком анализировать. Использовать слишком много процедур, искать формулы. Отбросьте все это. Просто будьте. Просто будьте истинным Я и пробудитесь. Будьте тем, что вы есть. И вы обнаружите, что все само собой образуется. Истинное Я само о себе заботится. Потому что оно единственное Я, которое пронизывает все. Поэтому, когда вы отбрасываете все эти штуки ума, все ваши формулы и размышления, истинное Я автоматически заботится о себе. И вы есть то. И это очень просто. Давайте не будем это усложнять. Даже думая об этом, вы его усложняете. Потому что размышления об этом предполагают, что есть думающий. Есть субъект и объект. И это приводит к путанице. Поэтому не позволяйте своему уму увлекаться игрой субъектов и объектов, растворением всего, попытками стать чем-то. Отпустите все это. И просто будьте тем, кто вы есть. Роберт, что означает «содержит себя в себе»? Когда вы говорите, что истинный Я содержит себя в себе. Это означает, что оно пронизывает все. Истинное Я содержит все. Все содержится в истинном Я. Оно самосодержащее. Есть только истинное Я. И больше ничего нет. Нет истинного Я, и нет места ничему, кроме истинного Я. И воистово. Истинное Я – это все возможное, кроме того, что оно все пронизывает. Вы заставили Бога подпрыгнуть. Вы его испугали. Смех. Какой был вопрос? Вы сказали, что у истинного Я также есть все возможности. Истинное Я – это не все возможности. Истинное Я – это только истинное Я. Это абсолютное осознавание. У него нет возможностей. Возможности чего? Чтобы что-то возникло. Нет места, чтобы что-то возникало. Я. Подумайте о чем-то, что занимает все пространство в этой комнате. Как может что-нибудь возникнуть, если нет места? Где ему возникать? Для этого должно быть место. Истинное Я занимает все пространство, и нет места ничему другому. Тогда ничего никогда не происходит. Ничего никогда не происходило. Ничего не происходит. Ничего никогда не будет происходить. А разве птицы нереальные? Птицы? Да. Если птицы реальны, тогда реальна война, человеческая жестокость друг к другу. А также деревья, и белки, и листья. Они реальны, пока вы считаете себя телом. Если вы верите, что вы реальны, тогда все, что вы видите своими глазами, тоже реально. Поэтому вы не отрицаете мир. Вы просто работаете над собой, насколько у вас получается, чтобы устранить Я, который является воспринимающим. Когда воспринимающий устраняется, мир тоже уничтожается. Что происходит с миром? Он уничтожается. Кто его уничтожает? Пока вы считаете себя личным Я, птицы и все остальное реально. Не забывайте, что птицы, как и все остальное в мире, это изображение на доске, которое нарисовали вы. Но оно ни на йоту не затрагивает доску. Вы можете стереть птиц и нарисовать белок. Для доски нет никакой разницы. Что происходит с любовью? Ничего. А что вы хотите, чтобы с ней происходило? Но если нет любви, ничего нет. Извините. Если нет птиц, ничего нет, тогда как может быть любовь? Как может быть любовь без птиц? Смех. Ну, то, что вы есть на самом деле, это Джозефина. Это так божественно и так блаженно, что по сравнению с ним птицы похожи на тараканов. Ученики смеются. Мне это не нравится. Ваша истинная природа никогда не сравнится с птицами. Птицы – это всего лишь ментальное выражение. Конечно, они красивые, наслаждайтесь ими. Но когда птицы умирают, вы плачете. Их можно просто любить. Вы их любите, потом они умирают, потом вы плачете, потом вы любите других птиц. Может быть, любовь без слез? Не знаю, у меня не получается, а у вас? Когда вы говорите «у меня не получается», о ком вы говорите? Я имею в виду то состояние, в котором я сейчас нахожусь. Я еще не достигла того состояния, где я только люблю. Тогда выйдите из этого состояния, в котором вы сейчас находитесь, и станьте свободным. Просто любить? Конечно, просто любить. Истинная я – это любовь. Большинство из того, что вы сейчас любите, вы любите по какой-то причине. Вы любите птиц. Но если какая-то птица сядет вам на голову и начнет вас клевать в голову, вы больше не будете ее любить. Вы любите птицу только тогда, когда она делает то, что вы хотите. Поет. Смех. Смех. Но когда она ходит в туалет у вас на голове. Смех. И делает другие вещи. Куда девается любовь к птице? Еще больше смех. Настолько ненадежна человеческая любовь. А потом в день благодарения мы поедаем птицу. Смех. И мы благодарим Бога, что едим птиц. Верно. Мы едим птиц. Мы каннибалы. Но вы не перестаете любить свою собаку, если она что-то делает? Нет. Но когда она делает что-то, что вам не нравится, вы шлепаете ее. Не шлепаем, потому что она ни за что не отвечает. Вы тоже ни за что не отвечаете. Все исходит из вашего ума. Остановите ум. Не нужно пытаться остановить ум. Нет, не нужно пытаться. Я использую семантику. Я знаю, о чем вы говорите. Удерживайте ум в молчании, тихим, безмятежным. Он угаснет сам по себе. Да, если вы не будете его беспокоить. Помните этот пример, который я всегда использую. Если у вас есть друг, и вы не обращаете внимания на него, останется ли ваш друг? Ваш друг уйдет. Точно так же, когда вы не будете обращать внимания на ваш ум, он будет угасать. Когда вы все время думаете о своем уме и отождествляетесь со своими мыслями, ум становится все сильнее и сильнее. Не обращайте внимания на свой ум. Вы делаете это с помощью исследования, кому приходят эти мысли. Мысли будут приходить все меньше и меньше, пока ум полностью не замолчит. Тогда истина Я внутри вас захватит ум, вдохнет его и втянет в сердце. И вы будете свободны. Роберт, когда есть проблемы и ты исследуешь, кому приходят проблемы, они просто растворяются. Вы правы. Если вы будете продолжать практиковать это и задавать вопрос, кому приходят проблемы, что-то произойдет. Вы начнете видеть вещи с другой точки зрения и возвыситесь над старыми обидами. То, что раньше вас обижало, исчезло. Вы возвысились. Роберт, такое впечатление, что он сопротивляется тишине того, что есть. Вы используете странные слова. Я просто думаю о том, что, похоже, все, что есть, воспринимается как целое. Вот и все. В действительности это просто сопротивление этой сдачи в тишине, что есть в данном случае. Так кажется. Да. Но не забывайте о своей реальности, что нет ума, который мог бы сопротивляться. Смотрите. Не нужно придерживаться мнения, что у вас есть нечто, что нужно преодолеть. Если вы будете это делать, у вас всегда будет что-нибудь для преодоления. Когда кажется, что ваш ум сопротивляется, не кормите его дополнительной силой, размышляя о том, что он сопротивляется. Уже одно это является препятствием. Просто исследуйте, для кого он сопротивляется. Не думайте об этом. Просто исследуйте. И вы увидите, что нет ума, чтобы сопротивляться. То есть исследование разрушает отождествление? Да. Помните, что не нужно считать, что есть что-то, что нужно преодолевать. Поскольку вы проведете вечность в преодолении. Ничего такого не существует, что должно быть вами преодолено. Роберт, кажется, что все, что было сказано, такое абстрактное. А когда перед этим говорили о том, что птицы красивые, что вы не должны любить их, потому что они умрут. Нет, я такого никогда не говорил. Я не говорил, что вы не должны любить их, потому что они умрут. Я сказал, что те люди, кто любят по-человечески, по-человечески же и оплакивают горе. Потому что вещи, которые они любят, в конце концов, умирают. Может ли быть реальным то, что умирает? Может ли это быть абсолютным? Нет, но разве это не важно ценить красоту абсолютной реальности, которая выражается через формы, неважно, умирают они или нет? Пока вы чувствуете, что вы тело, конечно, вы должны всем наслаждаться. Вы не должны сдерживаться. Я не пытаюсь рассказать вам, как человеческому существу, что птицы не существует или что мир не существует. Я выражаюсь в терминах абсолютной реальности, когда говорю об этом. Но я говорю о том, что вы должны делать то, что не можете не делать, находясь там, где вы находитесь. Пока вы чувствуете отождествление с телом, ваш мир является для вас очень реальным. И вы должны действовать согласно этому. Поэтому вместо того, чтобы пытаться не видеть птиц, кормите их. Кормите бездомных. Делайте то, что должно делаться. Но видите истину внутри себя. И все вокруг вас начнет изменяться в той мере, в которой вы видите истину внутри себя. Но разве птицы получаются красивыми не потому, что мы видим, что реальность, которую мы видим в них, есть внутри нас, и мы можем ощущать себя как часть этого единства? Есть много граней. Одна из граней – видеть красоту мира. Но это не абсолютная реальность. Это только одна из граней сознания. Когда вы поднимаетесь выше, то начинаете видеть птиц, появляющихся из вашего ума. Они исходят из вашего собственного ума, из ваших собственных мыслей. И когда вы забираете свое «я» обратно, птицы, черви, трупы, люди – все уходят вместе с «я» обратно в центр. И тогда то, что вы испытывали к птицам, становится внутри вас сильнее в миллион раз. И это называется блаженством. Это за пределами слов, как вы будете себя чувствовать, когда вернетесь обратно в себя. Вы доверяли всему, что существует. Это пришло из вашей божественной природы. Когда вы отступаете, эта божественная природа становится вашим истинным «я» вместо птиц. И снова это сильнее в миллиарды раз. Красота, радость и гармония. Мы принимаем слово «блаженство» на веру. Но блаженство – это слово, которое даже невозможно объяснить. Это можно только пережить. Когда вы переживаете свое собственное блаженство, под своим собственным «я» подразумевается блаженство истинного «я», которое является всеприсутствующим, всепронизывающим. Тогда все эти чувства, которые вы отдавали птице, усилятся внутри вас в миллионы раз, и вы будете истинным «я» Вселенной. Больше ничего нет. Но тот вопрос, который вы задали, происходит из человеческих ценностей. От человеческого. Еще раз. Это естественно, что вы отождествляетесь с птицами, деревьями, цветами, розами и всем остальным. По-другому вы не можете. Но как мы можем втянуть птиц обратно в себя, но не втягивать трупы? Мы можем. Да, но что случается с этим? Это тоже сильно? Все это растворяется в блаженстве. Почему? Потому что блаженство – это единственная реальность. Вы имеете в виду, что есть блаженство боли? Боли нет. Кто видит боль? Кто чувствует боль? Боль ощущается только человеком. Если ваше человеческое уходит, боли нет. Именно об этом мы и говорили весь вечер, весь день. Мудрец чувствует боль, так кажется другим. Но сам мудрец ничего не чувствует, даже когда кажется, что ему больно. Другие видят боль, но не мудрец. Разве Рамана не говорил, что есть боль? Нет. Нет. Нет? Ни Саргадата говорил, что боли нет. Когда он умирал, у него спросили, больно ли ему. И он сказал, что боль есть. Он не говорил мне больно, но на самом деле сказал, что боль есть. Я не знаю, что он имел в виду. Я не могу поговорить с ним. Но боль – это часть человеческого опыта. Вы говорите, что мы отождествляемся с нашими ограничениями. Мы отождествляемся с эмоциями, которые приходят с миром. И ограничениями мира, обстоятельствами в мире. Мы испытываем все, потому что… Конечно. Но вам не нужно отождествляться с этим. Все эти вещи появляются сами, потому что вы с ними отождествляетесь. И тогда, когда вы сказали, что нужно отождествляться со своей безграничной… Вместо этого смотрите, как я растворяется в вашем сердце. Возвращайте его назад в сердечный центр, в источник. И тогда вы станете любовью. Вот что я имею в виду, когда говорю «Будь тем, что ты есть». Это как эманация? Как что? Эманация. Иметь эманацию. Я имею в виду, что если оно возвращается в истинное «Я» и выходит наружу… Оно не выходит. Оно не входит и не выходит. Когда «Я» погружается в сердце, тогда истинное «Я» видится, как оно есть. Больше нет приходов. Больше нет выходов. И нет эманаций. Нет эманаций. Потому что, чтобы была эманация, должен быть источник. Вы возвращайтесь к источнику, который есть реальность. Нет эманаций. Ничего не остается. Может ли источник перестать излучать? Нет. Он ничего не испускает. Чтобы испускать, должно быть что-то, что будет испускаться. Оно и испускается. Оно просто есть. Но его природа в том, чтобы… У него нет качеств. Оно лежит за пределами человеческих качеств. Человеческих свойств. За пределами этого. А все, что пребывает в нем? Все, о чем вы говорите, сгорает в нем. Это как огонь. Вы выбрасываете свои страхи в огонь. Ваши эмоции, вашу злость, ваше концептуальное мышление, свои предубеждения. Все это попадает в огонь и сгорает. Потом вы также выбрасываете идею, о которой мы только что говорили, тоже в этот огонь. И потом есть понимание, что огня не было. Ничего не сгорало. Никогда не существовало. И все, что вы делаете, просто громко смеетесь. Если вам нравится смеяться. Вырывается космический смех. Конечно, вы правы. Вы действительно смеетесь. Роберт, если меня нет, то кто смеется? Смеется смех. Просто смех. Никто не смеется. Просто смех. Роберт, мы настолько одурманены нашими телом и умом. Каждый раз, когда мы приходим послушать беседу и вас, это очень сильно. Кажется, что вы повторяете это снова и снова. Я повторяю это, пока у меня получается. И мы тоже продолжаем снова и снова задавать вам одни и те же вопросы. Я вырос в католических традициях. Я помню, что когда был ребенком, мне давали катехизис. Это маленькая брошюра с небольшими поучениями, которые нужно запихнуть себе в голову. Однажды я поехал в центр дзен. Там была такая традиция заниматься песнопениями. И перед каждой сессией мы пели сердечную сутру, в которой содержатся самые главные поучения или итог всего учения. Все люди, вся группа это пели, я бы сказал, с очень большими силой и убеждением. Так что я считаю, что все это, скорее всего, оставляет свой след в тех, кто пел эти мантры. Я хотел спросить у вас, Роберт. Может быть, вы бы могли продиктовать нам резюме, которое могло бы служить нам как сутра. Сутра для пения. И мы бы могли петь ее перед началом встреч. Это такая идея. У нас есть песнопение в начале. Нет, что-то наподобие конспекта главных моментов учения в честь Роберта. А, я понимаю, что вы имеете в виду. Сутра Роберта. Это звучит хорошо. Но разве это не путает еще больше? Это еще что-то для ума, с чем он будет бороться. И потом мы поверим в эту сутру. Нет, есть идея, очень сильная идея в этом теле-уме. Я знаю, что вы имеете в виду. Это как бы запихивает в нашу голову основные моменты учения Роберта. В каком-то плане вы правы. Если вы хотите, пожалуйста, делать это. Но не создавайте из этого вашего Бога. Нет, конечно, нет. По этой причине я стараюсь избегать написания книг, создания аудиозаписей и всего такого. Потому что люди начинают зависеть от этих вещей, вместо того, чтобы зависеть от себя. Конечно, если это правильно воспринимается, я о том, что это просто материал для песнопения. Это может выполнять свою цель. Если вы хотите, мы будем это делать. Я здесь, чтобы угождать. Смех. Я тоже был в дзен-центре на песнопениях. Не было никакой разницы. Да. Я не о том, что я против этого. Просто я этого не делал. Все должно происходить само по себе. И это не разрешило проблема католицизма. Давайте сделаем это на санскрите, чтобы никому не было понятно. И тогда это будут понимать только избранные. И потом мы будем искать священника, чтобы он переводил их для нас. Смех. В католицизме говорят, что если им дать ребенка до семи лет, то он станет убежденным католиком на всю жизнь. Разве то же самое не говорили о коммунизме? Да-да. Смех. А может, критика не нужна? Зачем нужна критика? Зачем критиковать? Это не критика, мы просто говорим о факте. Нет, имелось в виду. Все в порядке. Да, мы можем это сделать. Хоррад. О, Роберт, это просто идея. Я думаю, что это здорово. Дело не только в этом. Я знаю, что он имеет в виду. Как у Рамана Махаши. У него было 30 стихов, и каждое утро их пили в храме. Я думаю, что самое главное следующее. Форма – это пустота. А пустота – это форма. Вот такое имя, я его придумал. Упоминает песню. Да. Поэтому мы разрешим брату Эду выдумать песнь. Смех. Он может взять на себя с утра. Смех – конец аудиозаписи. И это еще не все. Задавайте вопросы. Наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям. Не забывайте про лайки. По возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok